здравствуйте в эфире стоп фейк еженедельный дайджест о российской пропаганде меня зовут руслан дениченко и вместе с вами мы вспомним о чем врали кремлевские пропагандисты псевдо сенсации сайт страна юэй раздобыл эксклюзивное видео которое якобы доказывает что белорусского активиста михаила жесневского пять лет назад на киевском майдане убили не силовики януковича а сами протестующие эту новость подхватили и другие пропагандисты мы попробовали разобраться и что оказалось во первых никакое это не эксклюзивное видео оно еще более года назад было опубликовано громадским талебачением и на нем стоит плашка видео из материалов следствия гпу то есть она есть у следователей его изучали пропагандисты утверждают с позиции которую занимались силовики в михаила жесневского нельзя было попасть ведь они стояли внизу напротив автобуса а вот с балкона на улице грушевского которую в то время контролировали майдановцы выстрел мог быть вполне произведен но даже на предоставленных кадрах видно что снявший это оператор находится на холме среди других силовиков обсуждает происходящее и смеется вместе с ними жесневский находится в зоне видимости а значит смертельный выстрел могут произведен из этой точки во вторых следствие уже давно установила что в жесневского стреляли пулями для остановки транспортных средств которые находились на вооружении только у министерства внутренних дел украины то есть у подчиненных захарченко януковича ну и еще один аргумент власть в стране в то время контролировали люди януковича они тоже пытались всех убедить что жесневского и других майдановцев убили сами протестующие но вместо того чтобы опубликовать собранные силовиками видео с камер наблюдения они уничтожили его адвокаты утверждают что именно люди януковича спешно уничтожили все служебные документы в которых было зафиксировано какие подразделения милиции где и когда находились на грушевского какое оружие и боеприпасы им выдавали именно это и есть главная причина почему расследование длится так долго российские средства массовой информации продолжают кампанию по дискредитации вооруженных сил украины которые сдерживают российских боевиков на оккупированных территориях донбасса 18 января в прокремлевских смеи появилось сообщение о том что украинские военные якобы в очередной раз открыли огонь по мирному населению временно оккупированных частей донецкой и луганской областей контролируемый россии так называемый представитель оперативного командования днр данил бессонов заявил что бойцы в с у прицельно обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра два гражданских автомобиля вас которые были припаркованы возле васильевской насосной станции бессон уверял что инцидент произошел 17 января и огонь по машинам якобы корректировался с помощью беспилотников заявление боевика моментально подхватили пропагандистские издания однако никаких подтверждений этого заявления представителей группировки днр из официальных и независимых источников нам обнаружить не удалось ни у бсе не командование украинской операции объединенных сил в эти дни не сообщали о каких-либо инцидентах в этом районе подобная история случилась и немного раньше 10 января тогда российские сме обвинили украинских военных в срыве перемирия и заявили что в с у якобы обстреляли автомобиль работников предприятия вода донбасса в результате ранен один сотрудник компании двое контужены грузовик сильно пострадал наблюдатели миссии у бсе подтвердили только сам факт обстрела не указывая откуда велся огонь по оценке наблюдателей повреждения возникли в результате попадания снаряда калибра 73 миллиметра выпущенного из пушки бмп или безоткатного орудия народный депутат украины военный эксперт и координатор группа информационное сопротивление дмитрий тымчук проанализировал место обстрела и состояние самого грузовика эксперт сделал вывод что бойцы в ссу попросту не смогли бы со своих позиций подорвать автомобиль расстояние от позиций передовых подразделений объединенных сил на этом участке до места обстрела два с половиной километра особенности рельефа а именно перепад высот порядка 30 метров не в пользу подразделений объединенных сил и препятствия в виде лесополосы вдоль дороги делают невозможным использование для поражения автомобиля вооружение типа рпг спг пушки бмп-1 и так далее о чем заявляют российские оккупанты написал тымчук детальный разбор этой ситуации читайте на нашем сайте stopfake.org доказательств причастности россиян к катастрофе малазийского пассажирского боинга мх-17 в небе над донбассом нет такими заголовками запестрили российские издания на этой неделе что же произошло на самом деле просто заместитель генерального прокурора российской федерации николай винниченко бросил в интервью про кремлевскому изданию риа новости фразу о том что доказательств причастности каких-либо граждан российской федерации к трагедии не предоставлено но это откровенная ложь международное расследование на протяжении последних лет неоднократно подтвердило что самолет был сбит именно российским буком и публиковали эти доказательства еще в прошлом году правительство нидерландов и австралии призвали россию признать свою вину поскольку причастность кремля к трагедии уже была доказана официальное следствие установила что установка бук принадлежит 53 бригаде пво российских вооруженных сил которая базируется в курске расследовательская группа белинкет еще в шестнадцатом году установила номер бука который сбил самолет и круг лиц которые могли быть к этому причастны под защитой панциря сирийское пво отразили авиаудар израиля по аэропорту дамаска укол панцирем российские зерка отбили атаку f16 ввс израиля это некоторые заголовки российских сми об атаке израильских военных на объекты военной инфраструктуры сирии в начале этой недели однако израиль опубликовал кадры которые свидетельствуют об обратном распиаренные панцири оказались беспомощными они были уничтожены ракетами кремлевских пропагандистов уже неоднократно ловили на фальсификации видео которое должно убедить россиян и весь мир в уникальности и могуществе российского оружия даже мультипликаторов к этому привлекали но в действительности это оружие зачастую оказывается беспомощным в интернете даже родился мем в котором главным творцом псевдо успеха в российского оружия называют студию союзмультфильм ну что ж это был выпуск программы стоп фейк мы продолжим нашу работу чтобы помочь вам разобраться как отличить правду от лжи в газетах и на телевидении и как не попасть на крючок к пропагандистам с вами был руслан дениченко до встречи ровно через неделю пока субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...